Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мир Голоса! С вами вокальный коуч Юлия Полянская. Поскольку это видео будет не техническим, как и все видео в этой подрубрике «Говорим про вокал», оно будет больше обращено к проблемам вокально-эмоционального плана, психологического плана, а также к тем трудностям, с которыми встречаются вокалисты, и не только начинающие. Зачастую профессионалы тоже встречают определенные вопросы, которые их тормозят в профессиональном развитии, поскольку вокал, как вы знаете, как любой творческий процесс, он не имеет границ, он развивается во времени, и вы постоянно получаете какую-то новую информацию или узнаете о новых стилях, или открываете в себе какие-то новые навыки, которые вы хотите отточить и узнать, как ими воспользоваться, чтобы обогатить свое вокальное выступление. Поэтому не только начинающие, но, возможно, кто-то из профессионалов, а, может быть, из учителей, преподавателей вокала, почерпнет в сегодняшнем видео какие-то новые инсайты, идеи, для того, чтобы задуматься и оценить себя, и, может быть, даже как-то помочь себе в том, о чем сегодня мы будем говорить. А говорить мы будем о том, почему до сих пор вы так и не запели. Ну, понятно, что вопрос о том качестве вокала, которое будет являться стопроцентным, он остается открытым, потому что, говоря о том, почему вы не запели, я подразумеваю то желаемое звучание, на которое вы где-то внутри себя наверняка рассчитывали, которые вы хотели бы освоить за определенный период времени. Например, когда ко мне приходят студенты, мы часто в самом начале ставим какие-то пределы и ожидания, устанавливаем, например, за три месяца, чего мы хотим достичь, чтобы потом знать, пришли вы к этому или нет. Так вот, если вы к желаемому звуку на сегодняшний день не пришли, возможно, то тот мой анализ, профессиональный, построенный на моем собственном опыте и опыте моих учеников, этот анализ поможет вам определиться, какой же кирпичик из этого здания дает сбой и где вам нужно его подкрутить или починить, или заменить. На мой взгляд, один из самых серьезных элементов, деталей, которые может вас оттягивать назад от вокального прогресса, является нерегулярность занятий. Даже, например, те студенты, которые приходят ко мне на частные занятия и берут один раз в неделю занятия, я всегда говорю, что вы либо должны каждый день прорабатывать то, что мы сделали на уроке, по видеозаписи, которая осталась от урока, прорабатывать и поддерживать и в уме, и в мышечной памяти тот микрорезультат, который мы достигли на занятии, или вы должны брать больше занятий в неделю, потому что иначе это же психофизиологический процесс, психофизиологический процесс, вокал, только вдумайтесь, а плюс еще и эмоциональный настрой, столько элементов. И поэтому, если вы на уроке дали какой-то хороший результат, а потом ушли, недели у вас не было, а может быть, кого-то и дольше, может быть, вы занимаетесь самостоятельно, сегодня вы вдохновенный, у вас было время, вы включили, попели, класс, все, и забыли на месяц. Через месяц вы придете ровно в ту же точку, с которой вы начали. У вас никакого прогресса не будет, потому что мышцы у вас стухли, они забыли все, что они достигли. Это мышечная память, это наработка количеством повторений. Многие из вас наверняка слышали о таком правиле десяти тысяч часов. Это как раз таки было произведено исследование творческих людей, которые достигли определенного рода успехов в своей карьере. И если я правильно помню, что пять тысяч часов это уровень эквивалент хороших результатов, оцененных со стороны, но не принесших какого-то карьерного сдвига. Там дальше было, по-моему, что-то порядка восьми тысяч часов, которые тоже принесли какие-то сумасшедшие результаты, но не сделали человека знаменитым. А вот начиная от десяти тысяч часов, когда человек углубленно занимался, практически посвятил всю свою жизнь какому-то предмету, творческому в данном случае они проверяли музыкантов различного рода консерваторий, университетов музыкальных и сравнивали их по всему миру. И что получилось, что вот кто занимался как раз таки так сильно со всей страстью. И вот именно эти люди пришли к результатам мирового уровня, который на уровне общего успеха похожих музыкантов называется это как бы уже слава мировая, или там гениальность или там супер результативные музыканты были. И возвращаясь к теме, которые мы сейчас в данный момент обсуждаем, хочу пожелать вам, чтобы вы занимались все-таки поставьте себе, это ужасно сложно, вы не представляете, как я ценю всех тех, кто может быть настолько дисциплинирован, чтобы поставить себе ремайндер, поставить себе колокольчик на телефон хотя бы три раза в неделю и посвятить этому час своего времени, три часа в неделю, посвятить этому, чтобы вспоминать и нарабатывать. Или наоборот, по 20 минут в день всю неделю, каждую неделю в 5 часов вечера или там 8 утра, 20 минут я повторяю какие-то вот эти мои упражнения, распевки или свои произведения какие-то, которые у меня не получаются, или элемент этого произведения, я просто работаю точечно, но я этим занимаюсь, я погружаюсь, и я беру эту аскезу такую вокальную себе, при которой тогда я могу ожидать и результаты. Поэтому сейчас, еще раз, если вы занимаетесь нерегулярно, не ожидайте, что голос запоет сам собой. Это очевидно, но, к сожалению, именно это является одним из самых серьезных препонов в изучении и в достижении каких-то результатов. Следующим тормозом на пути к вашей вокальной эволюции я бы назвала выбор, неправильный выбор репертуара. Поскольку человек начинающий или непрофессиональный, как я уже сказала, я в большинстве случаев обращаюсь сегодня к вам, хочется петь какие-то вот песни такие классные, которые я люблю. Некоторые ради этого, собственно, и начинают заниматься вокалом, чтобы вот петь какие-то песни либо слезоточивые, либо какие-то крикливые, да, вот пародировать, возможно, своих кумиров или что-то. Но именно это является таким крючком, манком для того, чтобы начать заниматься. И это как раз не приводит вас к результатам. Скорее всего, это либо приводит к топтанию на месте, если это простые песни, там бардовские песни какие-то, да, спокойные, которые не портят голос, но и ни к чему не приводят. Вот. А в другом случае могут даже эти песни вам помочь только в одном, сорвать ваш голос. Потому что, если кто-то любит, там, лепса или кипелого, они начинают орать во всю глотку, неподготовленные, сразу с места в карьер и получают дисфонию и выходят из игры вообще. То есть, вот таким образом неправильный репертуар может вас сбить с пути, а то и нанести вред значимый. Поэтому я еще раз подчеркиваю, дорогие мои, вокальное обучение строится на определенном методическом репертуаре. Я помню, у нас в колледже даже были вот такие хрестоматии толстенные. И там были вообще какие-то неинтересные, уж простите меня, народные, классические песни. И такие вот они все угрюмые, эти песни и арии. Но вообще, то есть, нету там полета души, фантазии. Я не чувствую себя звездой, когда я пою такого рода песни. Но именно эти песни из трех-четырех нот на маленьких интервалах построены, на маленьком диапазоне построены, которые удобно вот прям начать как вот маленькие такие пробы, пера делать на них. Иногда даже предлагается просто петь не песни, а вокализы. То есть, это даже не слова, а просто какая-то фонация и маленькие мелодические линии, которые не надо слишком сильно запоминать, не надо думать про динамику, углубляться в какие-то высокие материи вокальные, а вот просто первые вот кирпичики, из которых вы вот эти кубики, которые перед вами вы раскладываете, смотрите на краску, на форму, приготавливаете свое сознание вокальное и вообще само сознание ваше человеческое к какому-то новому языку, который вы изучаете. Потом начинаются песни, которые уже могут быть более известные, более приятные к пению, но все еще очень простые. Я вот у меня даже списки есть, я все время коллекционирую по ходу дела песни для самых вот первый уровень, второй уровень, третий, потом уже какие-то с вокальными приемами, с регистрами, с подачей такой, сякой, пятой, десятой. Но если вы начинаете с этого уровня, запрыгиваете, что у вас получается? У вас получается перегрузка сознания, перегрузка мышц вокальных, и у вас начинается нежелание петь, потому что хочется петь, когда получается, а когда не получается, да нафиг мне надо. И все, а я еще за это деньги буду платить. Ой, я лучше так пойду поору в караоке что-нибудь. Вот. И поэтому, чтобы нравилось, возьмите время и скажите, да, первые, допустим, там полгода я не буду петь то, что мне нравится, я буду петь то, что будет работать на мою вокальную задачу на обучение, то, что будет мне давать освоение этой материи. А когда я разберусь, вот тогда я уже смогу применять это на более серьезном, более сложном репертуаре. Под номером 3 в нашем чарте тормозилок вашего вокального развития значится практика без помощи со стороны. я знаю, что очень многие, как и я в своем свое время, в 20 лет, когда очень хотела заниматься, мне это очень прям вот жизненно важно было это освоить, почему-то вот так вот моя душа меня туда облекла, и не было средств особо на занятия платные, и тогда не было уроков на ютюбе, как сейчас, где можно было подчеркнуть, были только книги, а книги, они молчаливые книги с картинками, где как-то вот в принципе можно что-то это понять, осознать. Я очень благодарна нашим артистам старой петербургской школы, нашим уважаемым артистам театра мускомедии, которые брали свое время, отдавали нам, вернее, свое время, и учили нас, молодых певцов, как добрые волшебники, совершенно бесплатно передавая свое мастерство. Да-да, было такое время, и были, многих уже нет, почти никого в живых, к сожалению, светлая им память, и в памяти прежде всего остается щедрость их души артистической, когда они передавали молодым бесплатно свой опыт. У меня была такая счастливая возможность по крупицам этот опыт собирать. К сожалению, что получается, даже занимаясь сейчас при возможности взять урок вокала виртуально в качестве видео, курса, например, или вот уроки, которые существуют на многих каналах в разных жанрах. Пожалуйста, все открыто, в большей или меньшей степени эти знания можно систематизировать, набрать и систематизировать в своей голове. Но что самое здесь интересное, в этом процессе, если вы занимаетесь самостоятельно и никогда не имели, как это вот английское слово feedback, со стороны, оценку со стороны, профессиональную оценку, не просто там кто-то Вася шел и сказал, ой, ты плохо поешь, а именно кто-то профессионально с любовью, чтобы к вам подкорректировал, хотя бы раз, хотя бы два, понимаете, получается, что вы создаете в голове какой-то образ по тому, как вы интерпретировали, услышали, поняли, не поняли, интерпретировали и начали этим заниматься и закатывать в асфальт как раз-таки неправильную манеру. И через время у вас может перекосить вообще ваш голос, к сожалению, и из этого ошибки сложнее будет выйти, чем просто от незнания. Я помню, давно пришла тоже на занятия, не помню уже даже как фамилия этой преподавательницы, я помню, что очень хотела к ней попасть и пришла, и она меня послушала и говорит, не буду я с вами заниматься, потому что переучивать сложнее, чем научить. Вот. Это были мои потуги самостоятельного как раз-таки самообразования вокального, которые вот так она оценила и сказала, ой, нет, лучше идите куда-нибудь к другому преподавателю, мне этим заниматься неохота. Ну вот. А я как раз-таки часто беру таких студентов, у которых что-то там закатано в асфальт, и нам придется все это, конечно же, вскрывать, ломать и перестраивать заново. Но именно в этом я нахожу какой-то смысл помочь человеку, который все же со всей своей страстью, со всем своим творческим порывом пытался что-то делать, но вот иногда следствие заходит в тупик, к сожалению, в таких случаях. Поэтому я вам всем, кто еще только начинает и пока еще нет каких-то серьезных проблем, все-таки раз от разу, консультация от консультации, проверяйте ваши достижения самостоятельные, да, я понимаю, что все вы энтузиасты, но проверяйте, пусть вам кто-то хорошо подскажет, зашли ли вы туда, правильно ли вы двигаетесь, да, позиция эта вокальная или все-таки нет, язык зажат или все-таки нет, или там дыхание, это дыхание вокальное или это просто зажим, поэтому где-то что-то корректировка должна быть, к сожалению, мы сами в самом начале себя оценить не сможем, это как научиться стрелять по видео, ну, то есть там вам все покажут, в видео как бы все так круто, раз-раз-раз, о-о-о, а взял ружье, о-о-о, а во-первых, оно там тяжелое, все криво, здесь не попадает, потом еще отдача при стрельбе, все вот так мотается, сам, скорее всего, лучше именно, чтобы преподаватель какой-то тебе хотя бы раз или два дал ориентиры, что делать. Очень значимый пункт хотела бы с вами обсудить, не лежащий на поверхности зачастую, потому что обычно, когда говорят про обучение пению, особенно те прожектеры, которые обещают научить за три дня поставить голос, все эти, так сказать, предпосылки, они не предполагают одного, что все мы с вами очень разные физически разные люди, разное сложение, я уже говорю там не про внешность, а именно про мышечный, мышечный потенциал, нервный потенциал, эмоциональный потенциал, и что касается специфически вот вакальных связок и устройства потенциально вокального аппарата каждого человека, да, конечно же, он отличается, но просто есть, если глобально разделить на две половинки всех людей, я бы разделила их так, люди, которым дано от природы, и у которых нет такого прям богатого потенциала от природы, и эти люди должны подстраивать как-то свой аппарат, им сложнее, конечно же, дольше их путь, сложнее их путь, и они должны как бы вот найти для себя правильный стиль, найти для себя правильного преподавателя, который это распознает и поможет, и, конечно же, даже в процессе обучения таким вот студентам нужен очень, не голословно, а очень индивидуальный подход, например, я вообще всегда рассчитываю на то, что ни одному из моих студентов нет одинакового пакета такого готового с распевками и упражнениями, как вот методика постановки голоса, делай раз, делай два, делай три, никому так из моих студентов я не даю, и я считаю это неправильно, потому что эта унификация совершенно бесполезная трата времени, в основном есть люди, у которых голоса зажаты вследствие психофизического зажима, то есть это какая-то больше как бы психологическая, скажем так, работа идет сначала по раскрытию своего тела, своих возможностей, по одобрению самого себя, по принятию своего голоса, да, потом уже этот голос вдруг начинает нам что-то красиво рисовать и выражать, а есть просто такие дисфункции, люди с дисфункцией вокальной, вот у меня, например, была дисфония, это врожденное мое, дисфония это врожденное, и зная это, например, я как выстраиваю уже теперь, допустим, если вы знаете, что у вас одна нога короче другой, вы можете сделать стеречку потолще, да, сделать двойную стеречку, подложить ее, и тогда будет компенсироваться вот этот зазор, и у вас будет ровная красивая походка, то есть, зная себя, там, что-то, допустим, если какая-то форма тела не устраивает, можно одеть какое-то красивое платье или костюм или пиджак, который скроет эти, допустим, неудобные формы, да, не такие эстетичные, как хотелось бы, да, и поэтому здесь то же самое, то есть, если у вас есть уже физиологические какие-то дисфункции, там, хриплый голос, или вот, как я говорю, дисфония, например, у вас, или какой-то зажатый носовой звук, если люди, так всегда, говорят с детства, то от этого нужно отталкиваясь начать обучение, но, к сожалению, сами вы с этим-то вряд ли справитесь, вам нужно кто-то, кто укажет на это, и второй кто-то, кто подберет правильную методику работы с этим, то есть, например, если у меня гнусавый голос, я сейчас начну петь арии оперные, ну, как бы, мой путь будет долгим по избавлению от носового призвука, если это моя врожденная, мой врожденный тембр, а вот, если я на этот голос подберу репертуар и начну работать в стиле кантри, знаете, да, стиль кантри американский, я его очень люблю, вот, а все, а нам понес нос, так там этот нос вас будет просто украшать, и вам не надо будет с этим бороться, подберите репертуар к своему, вот есть такая песня, подберу музыку к дождю, Раймонд Паулс, так вот, подберите к своему дождю хорошую музыку, или там, допустим, у вас не крупный голос, для того, чтобы петь песни, как Уитни Хьюстон, у вас нет такого мясистого, красивого белта, белтинга, ну, не дал вам бог таких связок, ну, вы другой человек, что с этим, это не грустно, это просто нужно осознать и принять, и полюбоваться, что есть тысяча других стилей, и так возьмите что-то, какие-то песни в стиле Битлз или Синди Лаупер, например, да, это я имею ввиду западная эстрада, или тоже, если в русской эстраде, я не очень сейчас уже, к сожалению, большой специалист, 13 лет, я уже практически не касаюсь этого материала, и все же, ну, так, из старых, например, если у вас хриплый голос, работайте с песнями Высоцкого, Джонни Кэш или что-то, да, всегда можно найти референс, история музыки, история вокальной музыки настолько богата на различных аватаров, презентирующих различные стили, и у них эти разные все голоса, подберите тот тембр, который подходит к вам, у меня была дисфония, и она была поставлена мне в 15 лет, до поступления еще в музыкальный колледж, это было большущее разочарование, как известно, может быть, кто-то уже смотрел мои старые истории, я попросила этого врача не писать, что у меня дисфония, я просто взмолилась и сказала, дяденька, пожалуйста, не пишите, напишите, чтобы я все хорошо, иначе меня просто бы не взяли, там было критерий обязательный, чтобы справка от врача была, что дисфонии никакой нет, и голос свежий и здоровый, вот, и поэтому он мне пошел навстречу, подписал, что все хорошо, и таким образом я все-таки затесалось музыкальные круги, но для себя я знаю, если я пою более двух-трех часов, все, у меня закрывается дверь, у меня связки вообще уже не отвечают в этот момент, ну, после двух-трех часов говорения активного или пения, они просто не отвечают, все, я должна делать перерыв, и поэтому я, к сожалению, не могу, например, мне было сложно всегда делать такие чесы, как говорят, чес, да, особенно, или какие-то новогодние, когда много концертов или корпоративов, когда надо петь, 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 и были случаи настройки несчастные, когда действительно в середине какого-то, если я много вела корпоративов или там пела, соответственно, просто в середине программы вырубается голос, а дальше как хотите, его просто нет, вот, но так или иначе, зная свою нагрузку, уже, как говорится, смотришь так, аккуратно, как построить репертуар, чтобы он, наоборот, был от сложного к простому, к концу, да, чтобы, наоборот, не петь по восходящей, если можно же построить, как вы знаете, в течение концерта по восходящей, а можно, наоборот, по облегчению пойти, вот, как раз это мой случай, чтобы экономить ресурс. Еще один большой стопор по пути вашего вокального развития, бывает неправильно выбранный преподаватель, и я бы даже не сказала, что плохой, потому что слово плохой, опять же, по сравнению с кем, я вообще избегаю такого сравнения в творчестве, потому что кто-то на этого преподавателя может молиться, а вам он не помогает. Этот преподаватель может стоить тысячи долларов, а вам он не помогает, потому что, видите, что я заметила, что преподаватель и ученик, как два вот этих сообщающихся сосуда известных, это игра парная, то есть это, как вот есть английское слово collaboration, взаимодействие, взаимодополнение, и когда у преподавателя достаточно опыта и знаний, чтобы дать, а у ученика достаточно желания и, так сказать, доверия к преподавателю, чтобы взять, вот тут как раз получается правильная парная игра, или когда там в теннис люди играют, да, подача подхвачена и передана. Если же вы чувствуете, что вы не понимаете, что вам преподаватель объясняет, не задерживайтесь. Сначала вы можете сказать, я не понимаю, может быть, у преподавателя найдется другая какая-то версия или методика, как вам это объяснить, донести доступно. Но если так или иначе это непонятно, и вы пыжитесь, и ничего не выходит, ничего плохого нет, просто попробовать другого преподавателя. Потому что так или иначе, я знаю, что есть люди, которые просто из-за хороших отношений годами проводят с одним и тем же преподавателем и стоят на месте. А иногда, хуже того, могут еще нарабатывать какие-то неприятные вокальные зажимы и недостатки. Поэтому я, такой человек довольно каверзный, я не скрою, я всегда подозревала, что преподаватель может что-то упустить и не дать мне, чтобы я вот ожидала получить вот такая яда. И поэтому я поменяла порядка восьми или девяти преподавателей. и взяла от каждого то, что полезного я могла от каждого взять. И потом все это я организовала в свою собственную какой-то уже, в свою собственную систему, примененную именно к моим потребностям и возможностям. И вот таким образом началась моя уже вокальная сольная карьера, когда я пришла к тому, что я могу своим голосом управлять. То есть важно вам не просто все время быть как цыпленок с курицей, со своим преподавателем каждую нотку спрашивать и сомневаться. Ваша задача научиться оценивать себя и управлять своим голосом самостоятельно. В этом же цель. Желаю вам все-таки раз от разу менять время от времени. То есть года два прошло, года три прошло. Поменяйте, посмотрите, что дают другие преподаватели, чем они могут вас еще больше насытить, еще больше вас обогатить в каких-то стилях других, техниках других, потому что это, еще раз повторяю, безграничное путешествие. Шестым пунктом в нашем чарте препятствий, которые не дают вам наконец-таки запеть, мы отвечаем сегодня на вопрос, почему вы до сих пор не поете. Шестым пунктом у нас такой психологический аспект, на мой взгляд, очень тоже важный. Он касается тех, кто очень легко ведется на критику со стороны. И эта критика увеличивает сильно анализ вот эту бетономешалку в вашей голове в отрицательном смысле этого слова, который закрывает ваш эмоциональный отклик и, соответственно, ваш голос зажимает. Не дает вам развиваться, потому что вы все время находитесь, так сказать, в зеркале заднего вида. Вы все время смотрите, а кто еще что там сказал, а она так сказала, ой, нет, наверное, да, я совсем плохо и все такое, что работает на вашу негативную картинку. Потому что я, зная даже свой собственный опыт, говоря о нем, знаю, что даже ваше ближайшее окружение, ваши родственники могут быть не совсем согласны, например, с выбором с того, что вы пошли в вокал. Например, зачем? Иди войти, будь медиком или там еще что-то. Адвокатом срочно беги, становись. А вы хотите быть вокалистом. И они это могут не оценить и ставить вам палки в колеса и говорить, ой, надоело мне, хватит тут ныть, хватит тут петь. Потому что они внутри не хотят, чтобы вы этим занимались. И они вам сразу будут свой негатив выливать на вашу голову. И если вы легко на это ведетесь, вы не уверены в вашем выборе, это вас несомненно будет тормозить. А я уж не говорю про завистников. Про завистников, которые, вот я помню, что у нас злопыхателей, например, в театральной среде очень много, в хоровой среде очень много, людей, которые считают себя просто гениальными и вообще богом присланными на эту планету с ангельскими голосами. Эти люди будут приходить и говорить вам, да хватит орать, ой, ну че у тебя такой голос-то ужасный, ой, ты можешь петь потише, ты мне мешаешь. Такие хоровые, я помню, разборочки такие бывают, что уж говорить. И посему я бы вам порекомендовала одеть такой скафандр, который вас закроет от этих всех бла-бла-бла вокруг. Если вы чувствуете, что это то, что вам надо, возьмите и вот идите как вот это же замыленное такое выражение своим путем, но идите же им этим своим-то путем. А что называется своим путем? Я себя не сравниваю ни с оценкой этих злопыхателей, что я громко пою, сипло пою, ярко слишком пою, это вот их. Они так считают, я им желаю удачи в их собственном вокальном развитии. И я себя не сравниваю с известными уже стоящими на вершине певцами, потому что это их путь, и может быть они родились уже с пеленок так пели, мы не знаем, поэтому они сейчас там, а я здесь. С чем только вы себя можете сравнивать с самим собой вчерашним. Вы можете делать свои аудиозаписи, вы можете делать свои видеозаписи, придите в студию, заплатите 500 рублей, возьмите час, поставьте камеру, пойте, слушайте, наблюдайте, делайте свои собственные выводы о том, как вы стоите, что вы делаете, как ваш голос сегодня звучит, что бы вы хотели улучшить, с чем вы считаете, вам нужно было бы поработать. А может быть, вы увидели и подумали, сегодня классно, ай да я, ай да я, и дальше пойду вот этим путем дальше что-то наращивать и, так сказать, копошиться в каких-то вокальных методиках, хрестоматиях или вот в таких видео на ютубе, делайте что-то, но именно сравнивайте себя по-доброму с собой вчерашним, но никак не опираясь на критиканов. Если вы хоть раз дадите им возможность вот так критиканить, то они просто как присоски к вам прилипнут со всех сторон и вам жить прям не дадут. Я желаю вам, чтобы у вас было как можно меньше таких язв рядом с вами. Избавляйтесь от как это сейчас называется токсичных людей. Под номером семь в нашем чарте будет находиться такой очень немаловажный аспект. Многие начинающие вокалисты, да и не начинающие, а практикующие могут столкнуться с тем, что у вас нет места для занятий. потому что в основном вот в российской действительности в центральных городах мы все живем в квартирах, слышимость, конечно же, потрясающе открытая, все слышно и уж куда там так сказать вокализировать полный голос. Есть так сказать люди смелые или они те, кто не работает днем, бывает, что, допустим, соседи днем на работе у вас есть время позаниматься, кто-то стесняется, зажимает свой голос, чувствует себя некомфортно и из-за этого он конечно же теряет время и теряет возможности свой голос развивать в полную силу, в полную мощность открываться. Поэтому давайте подумаем, каким образом можно решать проблему места для занятий. потому что я помню даже в мою бытность, когда мы жили, я помню, в Атланте, у меня муж саксофонист, тоже довольно яркий инструмент у него, не то, что довольно яркий, это прям таки яркий инструмент, и вот мы, значит, на пару, кто-то песни, кто-то с саксофоном, и мы нашли в одной церкви ближайшем, просто подошли, поговорили, и нам с удовольствием предоставили туалет, огромный такой, хорошая бесплатно нам разрешали во время, когда нету посетителей в церкви, нет служения, у них вечером в основном с пяти часов никого уже нет, и можно было туда приходить и заниматься, то есть будьте открытыми, коммуникируйте, придите в музыкальные школы, я вот занимаюсь с преподавателем, может быть, даже это не так будет, но просто скажите, я беру онлайн-уроки, и мне нужно где-то заниматься с преподавателем, я буду один, я на час можно у вас взять, либо в аренду, либо на каких-то общественных началах, может быть, библиотеки есть, может быть, у кого-то есть замечательный утепленный гараж у ваших друзей, может быть, у вас кто-то работает на каких-то помещениях такого складского типа, где вечером можно остаться и попеть в полный голос, вот, и, так сказать, проявите свою креативность, если нет как таковой студии в вашем районе, потому что я знаю, что вот в Америке, кстати, зная, что здесь люди вот имеют большую претензию на шум от соседей, здесь всегда это большая проблема, поэтому дома практически никто не практикует, ведет только тем музыкантам, у кого инструменты, там, электрогитары или такие электробарабаны, где можно работать в наушниках, или даже пиано есть, которые сейчас подключаешь, и можно работать, но вокал, как бы, как таковой, он все равно будет слышен, и поэтому есть здесь как бы целый бизнес на этом построен, вот эти репетиционные студии, которые очень дешевые, часто можете позволить за 10 долларов заниматься даже в Нью-Йорке, вот этим как раз я практиковала, там, и у вас проявите, как вы скажете, креативность, и посмотрите, где вы можете пристроиться, может быть, как бы раз от разу хотя бы, но именно проверять в полный голос, потому что пение постоянно на полголоса создает тоже проблему, оно очень сильно зажимает вокальный аппарат, если вы всегда подбираетесь, и вот как бы, я сейчас да-да-да спою, но на самом деле это было в полголоса, и это очень сильный зажим создает. Не рекомендую практиковать в машине, там специфическая акустика, у меня есть об этом видео, вот, и эта акустика очень сильно давлеет, то есть вы поете, и себя плохо будете слышать, так же, как в студиях звукозаписи, там, в подушках все, то есть вы вроде бы поете, а голос не резонирует, и вам кажется, что голоса нет, вы начинаете форсировать, давая больше, связки напрягаются, а голос становится такой ядовитый, неприятный, и вот этот вот диссонанс такой у вас будет приводить к тому, что вы либо можете сорвать голос, форсируя его, либо вы будете неудовлетворены тембром, потому что нету акустики в машине, очень плотная там акустика, вот такая, без ревера, да, и поэтому не рекомендую все-таки практиковать в машинах, ну, за редким исключением, во-вторых, там сидя, и причем там сидя вот так, у вас будет всегда сгорбленная спина вот в этих креслах машинных, автомобильных, поэтому не рекомендую, к сожалению, это не самая лучшая штука, но вот покреативьте, подумайте, на каком складе или в гараже вы сможете открыться в полную силу. Последний, завершает наш чарт восьмым пунктом, очень интересный аспект, и он будет касаться тех, кто начал петь из сопротивления. Это люди, которые начали петь, как вам это объяснить, не от радости бытия, а из желания кому-то что-то доказать. И эти люди обычно являются такими, как бы их гложет чувство неполноценности, и они думают, что сейчас, обучившись вокалу, они таки докажут миру, что они чего-то стоят. И такие студенты у меня попадались. Очень сложно их учить, потому что любую коррекцию со стороны преподавателя они воспринимают как личное оскорбление. И возникает очень большое сопротивление между преподавателем, учеником. И я даже вот два раза у меня такое было, я просто терялась, я не знала, что мне делать, потому что это в основном молодые девушки, у которых есть какое-то, видимо, вот это вот борение с самой собой, не одобрение с собой себя в целом. И потому, когда я еще говорю, что слушай, давай здесь вот так вот лучше сделаем, потому что все. Ах, значит, это неправильно, я плохо пою, мне не... А, нет, я так и знала, мне ничего не получается. Начинается истерика, потому что не от счастья творчества человек пришел на занятия, а от желания быстро, эффективно и красиво освоить вокал, и чтобы всем доказать, что я классная, что я звезда, что я что-то стою, чтобы все они меня хотели, полюбили, там, все мне делали. Ну, то есть, вот это вот сопротивление, оно как раз-таки вас назад откидывает на многие мили назад от вашего вокального успеха, потому что творчество это такая невидимая магическая субстанция, любое творчество, будь то танец, игра на инструменте, создание картин, создание художественных фильмов или поэзия, любое из этого, это то состояние, в котором вы позволяете себе быть. То есть, у вас идет какой-то ментальный процесс, тело расслаблено, но вы находитесь в состоянии восприятия. Не в состоянии выжимания из себя, а в состоянии принятия и получения некой вот этой творческой энергии, будь то вокальный звук, да, поэтому я даже иногда говорю своим ученикам, чтобы они именно представили, что звук к ним приходит, они его поглощают в этот момент, поэтому они наполняются и заполняются звучанием. они не выжимают из себя голос в ожидании каком-то еще, да, чтобы он так прям красиво сейчас зазвучал, ой, ужас, ужас, некрасиво, не, 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 не хочу. Вот такое вот, это самое отрицательное, то, что вас прям за жабра тянет назад. Это то, что прям вас за фалды будет тянуть назад. Вот, поэтому вы расслабились, вы сначала подышали чуть-чуть перед началом занятия, расправили свое тело, почувствовали, что вы сейчас приходите в некое такое приятное магическое состояние, вот, которое сейчас начнется какой-то процесс творчества. Вы куда-то уйдете в неопознанное, во что-то, то, что сейчас вам предложат, да, в ожидании, вот, находитесь в этом приятном ожидании, а не в том, что вы вот как бы на сопротивлении сейчас кому-то что-то будете доказывать. Вот, и оставьте все это. И поверьте мне, как только вы откажетесь от желания иметь, оно само к вам придет. И так вот на вашей вот этой свободной творческой дниве воссияет ваш красивый, настоящий, живой тембр, звук, который подарила вам матушка природа. Я надеюсь, что многие из инсайтов, которые у меня родились в голове и которые я постаралась вам как можно доступнее передать сегодня, дадут вам возможность осознать, процесс пения, процесс вокализации, процесс раскрытия собственного голоса немножечко в другом ключе. И у вас появятся возможности, желания петь больше, петь ярче, петь душевнее, петь осознаннее. Ну и, как всегда, я говорю в конце своих видео, петь с удовольствием. А я остаюсь с вами на связи. Ставьте свои лайки, если вам понравилось видео и дизлайки, если видео для вас было бесполезным. Я не обижусь. Всего вам доброго. Увидимся в следующих роликах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok